коротко про моторы для электровелосипедов мотора бывает двух видов это редукторные моторы они небольшие по размеру и выглядит вот таким вот образом внутри них находятся шестеренки и моторы электромагнитные прямого действия direct drive выглядят они вот таким образом не намного больше по размеру внутри нет шестеренок есть только ротор статор магниты и проволока и все далее по мощности как правило вот такие моторы редукторные бывают на 180 на 250 и на 350 ватт этот мотор на 250 ватт но он сделан очень качественно очень много алюминия и на нем есть различные надписи выгравированные выгравированные вот таким образом значит этот мотор хороший а вот этот мотор он на 350 ватт видите здесь алюминий намного меньше гравировок нет никаких этот мотор похуже но по мощности вот это 250 ватт вот это 350 ватт хотя мы 250 ваттные можем разогнать достаточно до большой скорости и примерно одинаково не будут ехать но 350 ваттный будет резче стартовать и в более крутые горки будет заезжать лучше моторы прямого действия директ драйвы магнитные этот мотор на 500 ватт у него вот такая толщина а вот это два мотора для фатбайка ну точно такие же мотора можно поставить и на обычный велосипед вот этот мотор на 1 киловатт хотя корпус у него от полутора киловаттного мотора а вот этот мотор на 2 киловатта большой разницы между ними внешне нету то есть они практически одинаковые видите даже в двух киловаттный может быть кажется чуть чуть поменьше на самом деле вот в этом моторе всего один киловатт хотя продавцы китайские продавали его как будто это полтора киловаттный мотор просто внутри магниты меньше чем нужны вот этот мотор 2 киловаттный и он на самом деле имеет мощность 2 киловатта и он очень мощный вот так мотор direct drive выглядит внутри неодимовые магниты вот здесь вот у нас полтора киловатта мощности будет вот в этом моторе а вот в этом моторе у нас будет 2 киловатта есть магниты пошире что хочу сказать что иногда даже новые я найду вот эти вот обмотки приходят такому вот достаточно замятом виде этот новый мотор из коробки выглядят вот так вот на рыбу сад работоспособность это конечно не повлияет но это неприятно дальше вот так вот выглядит соответственно моторчик опять же на два киловатта а вот так вот он выглядит на киловатт я их рядом поставлю видно разницу да вот это уже это полтора киловатта вот это шире это два киловатта давайте сравним два мотора на полтора киловатта этот мотор который приехал к нам напрямую в китае все вот эти провода у нас болтаются ничего не подвязано ничего не сделано здесь провод который идет дальше силовой тоже просто болтается и вот это вот металлическая часть вот на этом моторе она пока еще хорошем состоянии но видно да вот что местами начинает ржаветь тест вот это все надо полностью покрывать лаком специальным чтобы если вода попадет внутрь мотора он не продолжил ржавить дальше а вот так вот выглядит мотор уже доработанный то есть все вот эти обмотки подвязаны аккуратно здесь все аккуратно будет скручена и пропаяна вот эту вот часть мы попозже покроем лаком чтобы ничего нигде не болталась то есть любой новый мотор требует доработки и нулевого тех обслуживания перед тем как запустить его в работу это оси для электромоторов точнее для мотор колес они тут немножко разные по длине для футбайка не для футбайка значит в чем смысл вообще вот допустим ось хорошая завода не видите кромка но острая но такая не очень сильно острая а вот допустим ось ведь у него какие края очень неровные и провод выходит через вот такие вот неровные не полированные края и от вибрации потом постепенно он может порваться и плюс когда его протаскиваешь он может порваться вот эти вот края необходимо полировать здесь вот это наверно особенно хорошо видно что тут нам даже чего-то застряло то есть когда сверлит они потом эти края не полирует поэтому любой мотор желательно разобрать вот эти вот отверстия почистить от полировать чтобы за мотор не цепляла и дальше мы смотрим на соосность осей вот тут вот в принципе соосность очень даже неплохая то есть вот это вот кромка хотя вот видно да что она ближе к центру уже чем краю то есть толщина разная а бывает такое что берешь это эти вот оси но здесь вот на это немножко видно что она не соосная она в дропаут и неровно встанет ваш то вообще там чуть ли не по 90 градусов я к шучу но бывает что вот это вот кромка и вот это вот кромка они не параллельны друг другу они немножко под углом развернуты то есть вот такие вот вещи тоже желательно на мотор колесах проверять и сразу же доделывать деталь после полировки все заусенцы полностью срезаны и краешек закруглен то есть он не острый в него нельзя порезаться и порезать провод вот эта вот часть тоже закруглена и отполирована вот это вот кромка она не острая мне нельзя провод порезать так вот здесь еще чуть-чуть надо сейчас мне будет подшлифовать делается это обычным напильником так и вот такой вот насадкой на дремель шкурочкой курочки такой хватает но на одно два отверстия потом она приходит в негодность сейчас доделают ось и вот все остальные также сделала таким образом перед началом эксплуатации любого электромотора надо разобрать посмотреть хорошо ли приклеены магниты как вот эти вот провода в каком они состоянии как они припаяны как они подвязаны не подвязаны мы делаем вот так вот красиво аккуратно потом надо будет покрыть лаком все металлические части чтобы это все не ржавело нужно проверить насколько здесь есть заусенцы и отшлифовать их проверить соусность осей то есть достаточно много работ которые мы делаем для того чтобы мотор проработал долго с самого начала